Итак, инфляция, или как ее называют, незримый налог на бедных. Почему это незримый? Да еще и налог. Да еще и на бедных. Рассказываю. Как можно забрать у человека часть зарплаты, уменьшить число льгот для пенсионеров и сделать это совершенно законно? И просто взять и уменьшить доходы населения? Конечно, напрямую избиратель этого не позволит, так как вам придется прямо на его глазах вытаскивать деньги из его же кошелька. Но когда тот же результат достигается косвенно, скрыто, через инфляцию, все будут считать, что так и должно быть. Это воистину король обманов, настоящий супер обман населения. Граждане, внимание! Правительство специально обесценивает валюту, сокращает ее стоимость посредством инфляции. Например, если деньги теряют свою стоимость на 50%, то реальные долги правительства, его социальные обязательства перед населением уменьшаются на те же 50%. Именно благодаря этому финансовому фокусу правительство с помощью долгов и инфляции получает возможность оказывать антикризисную помощь олигархам под видом поддержки экономики и ликвидации долгов. И делается это все через нашу налоговую систему. А инфляция заставляет жить общество в долг. Причем тому, кто живет в долг, живется легче, чем тому, кто пытается сэкономить или накопить. Меня спрашивают, как же это работает? Без лишних подробностей попытаюсь разъяснить принцип действия этого инфляционного механизма. Если бы нам разрешили печатать столько рублей, сколько мы хотим, а сейчас мы можем печатать только то количество денег, которое строго привязано к количеству заработанных страной долларов. В основном через продажу нефти. То наращивание денежной массы в стране вызвало бы перепроизводство. И это была бы уже не инфляция, а наоборот дефляция. Поэтому и устраивают искусственные игры сырьем. А кто за стоимость сырья отвечает? У нас правительство. Цель таких игр – повышение стоимости товаров. При чем тут налоговый кодекс, скажете вы? Вот вам ответ. В стоимость топлива входит налог на добычу полезных ископаемых – НДПИ. Примерная его доля составляет около 20%. Так вот, именно рост этого процента, точнее сказать НДПИ, вызывает рост стоимости топлива. Величина налога напрямую связана с ценой на нефть на мировом рынке. Вы не ослышались? Рост цены на ваши безэколонки налоговый кодекс привязал к мировым ценам на нефть, которые у нас определяются, как мы знаем, в долларах, а налог платится в рублях. Отсюда, если руб дешевеет, то стоимость бензина за счет НДПИ растет. Если бы налоговый кодекс писали люди, которые были бы заинтересованы в росте экономики страны, если, предположим, такой налог, как НДПИ, был бы нужен, то он не был бы привязан к колебаниям валют. Совершенно логично и справедливо. И роста никакого не было бы, как бы там не чудили американцы с мировыми ценами на нефть. Второй инструмент для поднятия инфляции – установление высокого процента по кредитам. Но отвечающий за это центральный банк тоже имеет отношение к правительству. И, наконец, еще один инструмент. Нужно сделать так, чтобы население не могло позволить себе покупать товары. Это называется снижение покупательской способности. Как этого добиться? Способов очень много. Но основное – увеличение налогов, что у нас в стране, делается с завидной регулярностью. Задача простая. Человек должен платить за все, а не только закупленные товары. В дополнение к тому, что мы уже заплатили налоги из нашей зарплаты, НДФЛ, страховые износы, мы продолжаем отдавать деньги в виде налога на транспорт, на землю, на имущество. Итог простой – снижение нашей покупательской способности. А со стороны бизнеса это снижение поддерживается, собственно, ростом цен на продаваемые товары. Налоги-то за счет кого-то нужно платить. Отсюда ловите мысль. Есть спрос или нет спроса, стоимость товара растет. Вот и возникает инфляция. А нам с детских лет внушали, что это такая особенность рыночных отношений. И от нас ничего не зависит. Хотя это зависит от, вы совершенно правы, от правительства Российской Федерации. И нет кого более. Хотя наши средства массовой информации объединяют в этом Центральный банк, Америку с ее долларами, кого угодно, только не тех, чьими руками это делается. Теми руками, которые забирают наши деньги и отдают в руки олигархов. Которые на словах одной рукой повышают пенсии, а другой забирают большую часть. Инфляция – это очень удобный способ сбора денег, с которым все согласны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова